Я недавно встретился с одним из руководителей компании Макдональдс и спросил, а чем вообще силен Макдональдс? И она мне сказала, у нас всегда есть понятная всем трехлетняя стратегия. Поэтому ответ, конечно же, иначе люди, которые ходят на работу, не понимают, ради чего они это делают. Но сегодня важно не наличие стратегии, а понимание того, как часто ее нужно менять. Поэтому нужно знать и адаптировать свою стратегию под изменяющийся мир, но без нее невозможно жить. Если сравнивать большие компании и маленькие, вы знаете, любопытно то, что дистанция между ними сокращается. Когда Греф меняет все в своем Сбербанке, он в этом смысле похож на маленькую компанию. Или когда маленькая компания растет такими темпами, что за ней невозможно уследить, она действительно становится большой и очень часто международной. Самая большая проблема – это люди. Это три уровня людей. Это создатели, то есть собственники, это руководители и советники. Есть два прекрасных примера, их гораздо больше. Один, когда китайский медиамагнат ушел с работы, когда ему исполнилось 104 года. Или Арнольд Майерск, который создал крупнейшую в мире шиппинговую компанию, доработал до 97 лет. Когда они так долго входят на свою работу и оттягивают свой уход, это становится проблемой. После смерти обоих этих джентльменов акции компании выросли. Поэтому создатели сначала вдохновляют, потом могут немного тормозить. Но при этом они все великие люди. Основные усилия в какой-то момент времени собственники, создатели компании должны тратить на поиск и воспитание своих преемников. В этом в России как раз огромная проблема. Нет внимания к этому тезису и нет устоявшихся моделей, как это сделать. Вторая категория людей – это руководители. Это абсолютно квалифицированные люди, очень смелые люди, которые инвестировали в свое образование, в свой опыт большое количество лет. Они как раз реализуют стратегию замысел собственника. Но здесь тоже важны две вещи. Первое – срок жизни современного CEO всего лишь три года. Поэтому всегда нужно понять, совпадают ли его краткосрочные интересы с долгосрочной программой и идеей развития компании. И второе – нужно уберечь наемных генеральных директоров от желания высадить собственника за пределы офиса. Нужно найти собственнику еще одного собственника – партнера. Это может быть предприниматель еще один, это может быть фонд, это может быть биржа. Тогда они вынуждены будут выстроить таким образом конструкцию, которая будет более устойчива, понятна для будущих инвесторов. И третья категория людей – это члены советов директоров и консультанты. Но их интерес и их вовлеченность не всегда может совпадать с тем, что нужно компании. Поэтому, приглашая этих людей, членов советов директоров и консультантов, чтобы они давали совет, нужно понимать, что их мандат гораздо больше, чем тот, который им выдан. То есть их вовлеченность гораздо больше, чем просто оплата того времени, который они тратят. И в этой связи альянс и синхронизация всех трех интересов создателей, руководителей, советников в одно целое называется правильное корпоративное управление. Первое, на что нужно обратить внимание – а кто на самом деле этого хочет? Откуда родилось это желание? А кто на самом деле тот драйвер, энергичный, я не знаю, коллектив, который этого хочет? Второе – а правильно ли мы интерпретируем масштабирование? Может быть, масштабирование в другом, а не только в увеличении количества магазинов или выхода в Казахстан? И третье – есть ли люди, которые смогут это исполнить? Причем не только с точки зрения квалификации, а с точки зрения разделяют ли они эту идею? Они готовы ради нее потратить какое-то количество энергии и дней. Любому создателю и руководителю нужно с кем-то советоваться. Невозможно иметь ответы на все вопросы. Поэтому институт тех, с кем ты можешь посоветоваться, он просто необходим. Эволюция совета директоров для малого бизнеса может быть немножко иной, чем для крупного бизнеса. Это может быть сначала просто так называемый advisory board. То есть те люди, с которыми ты можешь просто посоветоваться. Они могут быть приглашены из разных индустрий и из разных должностей, но размышлять вместе с ними очень полезно. И дальше он может мигрировать уже в управленческий орган под названием совет директоров, когда ты уже встал на ноги и у тебя есть понятный процесс производства. Несколько вещей должно произойти. Действительно должен прилететь какой-то кризис. Ну, просто тебя взяли, закрыли, или ты принципиально промахнулся. Либо второе, нужно любить. Ну, это садо-мазо, да, все время что-то менять. В компании, в которой я работаю 25 лет, у нас не было провалов. Я все-таки отношусь, я не знаю, к категорию людей, к поколению, которые не любят провалов. И не говорит о том, что каждый кризис – это возможность. Уметь адаптироваться, безусловно, нужно. Нужно как бы уметь интерпретировать окружающий мир. Так много вокруг происходит, ты можешь просто растеряться. Вот люди, которые умеют воспринимать это и интерпретировать правильно, они очень талантливые, и они готовы вытаскивать любые компании с провалов. Мне кажется логичным не слушать то, что на экране телевизора, а непосредственно посетить вот это замечательное событие, которое грядет, три дня на территории одной из лучших бизнес-школ, проекта «Атланты». Профессионально то, что эти три дня будут посвящены одной теме. Не всему подряд, а одной теме, которая называется «Стратегия». А это нас сегодня волнует больше всего. Если ты возобнил себя предпринимателем, а таким не являешься, тебе платят большие зарплаты, большие бонусы, ты популярен, на тебя берут интервью, и ты решил, что ты предприниматель, и пошел туда, куда тебе не следует ходить. Ты взял на себя излишний риск, что-нибудь купил, что-нибудь продал, что-нибудь пообещал, но это не твое. Поэтому как бы знай, умей осознать, кто ты по профессии. Ты не предприниматель, не делай предпринимательских ошибок. Второе. Есть лозунги, есть ежедневная жизнь. Очень часто на стратегических сессиях рисуют большие картины. Мы больше не уголь добываем, а мы цифровая компания, лидирующая в мире. И все уходят возбужденные и расстроенные, потому что это никогда не произойдет. Ведь идеи, которые ты придумал, не ты будешь исполнять. Думай всегда о тех, а кто же для тебя это будет делать. Где те люди, которые, а, доверяют тебе, разделяют твою идею и действительно хотят туда идти. А таких может не оказаться. Нам нравятся люди, которые создают тренды. Не следят за ними, а создают. Те, которые ломают устоявшиеся устои, те, которые ломают цепочки поставок. Это могут быть маленькие компании. Вот они, трендсеттеры. Это то, что должна порождать каждый день наша земля. В каждом маленьком городе, в каждом университете и так далее. Второе. Вот за ними нам нужно следить, иначе мы исчезнем. В наших услугах потребность просто пропадет. Почему это жизненно важно? Потому что это же не приходит большой какой-то дядя с большим количеством маркетологов и денег и говорит, я теперь буду добывать уголь чуть лучше, чем вы все. Это не страшно, даже если он действительно серьезен своих намеренных. Страшно то, что в каждом маленьком поступке от производства угля, его переработка, выгрузки и всего остального, вдруг появляется маленькая компания, которая кусочек твоей работы забирает себе. И так может оказаться, что вот этими маленькими кусочками, как в нашем бизнесе, связанном с людьми, он же состоит из большого количества этапов. Знакомство человека, привлечения человека, интервью человека, на именно работу человека, его развитие, оплата его труда и расставание с ним. Так вот на протяжении всего этого жизненного цикла появляются маленькие стартапы, которые просто забирают кусок твоей работы. И ты можешь просто оказаться ненужным, даже с большим офисом, с большим ресурсом и с привычкой к тебе ходить. Поэтому за этим можно следить. Это искусство отделить то, что важно и то, что ведет к принципиальным изменениям, а что нет. Ты можешь влиять на окружающий мир, не обязательно быть большим. Должна исчезнуть категория большой, устоявшийся, успешный бизнес. И нету таких больше. Ну, только за исключением, не знаю, производства пушек или ракет. Просто таких не бывает. Ты можешь быть большим, но ты можешь быть неустоявшим. Я помню, когда в начале своей карьеры я открыл журнал Forbes и посмотрел самые крупные компании. И там начиналось General Motors, Royal Dutch Shell, на 19-м месте Unilever и так далее. И было понятно, это производители какого-то материального, я не знаю, блага с большим количеством сотрудников. Сейчас их просто нету в этом списке совсем. Там те компании, которые создают платформу. Поэтому, то есть тезис «большие устойчивые компании», он просто не существует больше. Если ты веришь в этот тезис, то ты пропадешь. Нокия, да? Ну, мы все знаем, да, была Нокия, вдруг Нокия нет, потому что они выбрали другой путь и ошиблись стратегически. Первое – это действительно человеческие тренды. У нас есть такая вещь, как лидерские экспедиции. Мы развиваем сами себя, чтобы не отстать от окружающего мира, посещая различные территории. Одна из наиболее очевидных – это Силиконовая долина. И когда мы в прошлом августе бродили по порядка 15 компаниям, независимо от того, что они делают, все говорили о том, что сегодняшние люди приходят на работу и хотят увидеть purpose, то есть смысл того, что происходит в вашем офисе, что вы создаете для окружающего мира. Их не интересует и беда, прибыль, не знаю, там, стоимость акций даже не интересует, и тем более revenue. Их интересует purpose. Мы что вместе делаем? Поэтому малый бизнес должен понимать, что к нему придут люди, если он что-то создает значимое. Сейчас тренд такой, бессмысленную работу за высокую зарплату я делаю к нему. Вот это первый. Второй тренд действительно технологический. Ну, то есть, если ты не шаришь там в экселевских таблицах или не умеешь быстро искать информацию и ее превращать там в удобные формы, малый ты бизнес или какой угодно. Ну, то есть, если за коровами сегодня из Москвы следит оператор с помощью дронов, и действительно это так, да, то очевидно, что если ты не в тренде, вот в этом технологическом, ну, просто стоимость твоих услуг будет очень высока, ты проиграешь, или просто твои услуги будут, ну, будут продаваться рядом с матрешками на стойках сувениров. Третий тренд – это все-таки международность. Нету больше локальных бизнесов. Ну, временно можно там развлечь кого-то блинами там или чем-то русским, но, в принципе, это должно быть что-то, что потребляет любой человек на планете. А, конечно же, необходимо вдохновение. Вот первый раз мы коснемся российской действительности, где я соглашусь, что она существует. Мы все несчастные. У нас на лицах написана всегда усталость, а у иностранцев всегда написан оптимизм. Вот нам нужно просто начать радоваться друг другу, там, тем людям, кого мы видим. Это должно отразиться на лице. Мы, наконец-то, должны открыть глаза и улыбаться. Хотя бы хорошее настроение вдохновит нас всех к тому, чтобы жить, ну, чуть-чуть светлее. Где его черпать? Мне кажется, что главное то, что оно должно быть разнообразным. Это от уличных театров до университетов, каких-то благотворительных мероприятий, ну, и просто, не знаю, упражнений по преодолению себя, ну, чтобы чуть-чуть заставлять себя меняться. Книги, фильмы, разговоры. Разговоры, наверное, больше всего. Жить правильно, модно. И вот если это донести, то это бы здорово. Просто приходят молодые сотрудники и говорят, а в чем наше будущее? Помогите нам понять, мы к чему стремимся. Вообще, в чем запрос у акционеров? И тогда ты вспоминаешь, что ты должен об этом подумать. И тогда ты вместе с ними об этом думаешь. И достаточно часто ты в своих утверждениях промахиваешься. Начинаешь размышлять в категориях, которые тебе знакомы. Там, доля на рынке, новые продукты, ретабельность и оборот, и капитализация. Мы говорим, слушай, это неинтересно. Ну, а что-нибудь еще мы будем делать в этой связи? Поэтому это обязательно с коллективом и молодым. А, б, обязательно с фасилитаторами сторонними. Иначе, иначе обмен словами неинтересен. А сторонний фасилитатор помогает выйти как бы за пределы твоего офиса. И третье понимание, ну, на какой срок все-таки ты размахиваешься, ориентируешься. Нельзя говорить о бесконечном будущем, которое неизвестно, но и в то же время короткие промежутки. Ну, тогда это о другом. Это просто плановая сессия, а не стратегическая. Мы часто разговариваем о бизнесе, стратегии, успехе, собственном поведении. Форматов бесконечное количество. Но атланты опять идут на шаг впереди других. Они посвящают эти три дня одной теме. Там будут люди, предприниматели и те, кто хотят ими быть. И каждый из нас, включая меня, я туда пойду, получим как минимум один, а может быть и больше советов относительно того, как быть чуть-чуть более успешным. Приходите. Продолжение следует...